Вот так копали. Не знаю, что делали. Ничего не делали, смотрели, как там выполнили. Смотрели, как вы там выполнили, с качеством справились. А вы кто такие, чтобы смотреть? Ну как это кто? Мы жители этого города. Да вы что? Объект еще не сдам. Это стройплощадка, вы не имеете права тут находиться. Хорошо, тогда у меня есть вопросы. Дети здесь, почему находятся? Потому что милиция даже оповещена об этом. Никто не может на детей повлиять. И силу никто не имеет права применять, чтобы силой не гонять. Если это ограничительная площадка, то в ней должны быть определенные требования. Она должна быть огорожна. Не надо ходить и вредить. Мы не вредим. Ну он крошится, он руками крошится. Нет, если что-то не то, у нас есть гарантийные обязательства. И никто не отменил гарантийные обязательства. Если, ну может кто-то что-то недосмотрел, недоследил. Просто понимаете, у нас есть опыт здесь, что не все подрядчики потом охотно работают в рамках гарантийных обязательств. Это же не, понимаете, не причина всех под одну граблю. Понятно, но определенные сомнения появляются. Ну это, это, нет. Сомнения у каждого разумного человека должны быть. Но высказать эти сомнения, это уже неэтично. Первостречное. В принципе, объект ведь уже движется к завершению, насколько мы понимаем. Да, конечно, тут сами видите, 98% уже законченной работы. Скажите, а сколько из объемов вам уже проплачено? Около 50%, плюс-минус. Около 50%, вот в настоящий момент. Скажите, а вот какие-то сложности есть вот с амфитеатром? Вот я как понимаю, это вот единственный такой крупный, незавершенный пока объект? Нет, тоже к первому ноября будет завершен. А когда собираетесь вообще сдать? Дело в том, что амфитеатр, вот эта бетонная работа, это объект капитального строительства. А назначение этого всего мероприятия, это благоустройство. Вот если вы сумеете вот грань найти между этими двумя понятиями, то поймете, почему этот амфитеатр таким образом затягивается. А когда собираетесь вообще сдать полностью объект? Я же говорю, первое ноября. Уже все работы, да? Да.